Что может быть лучше в прохладный вечер оказаться в таверне и сыграть пару партий в Хардстоун? И как раз в такой вечер меня и приютили ребята из Fireplace Хардстоун Кафе в Браун Бар. Думаю, уже не стоит углубляться в теорию и рассказывать, что такое Хардстоун. Игры по стандартным правилам шли полным ходом, когда объявили о начале небольшого дополнительного турнира для уже выбывших из основного. Уловив одного из организаторов, я задал ему пару интересующих меня вопросов, в том числе и о правилах дополнительных игр. Слушай, расскажи пожалуйста, почему вы решили этим заниматься, организовывать Хардстоун турниры? Ну, сначала это была просто как бы подработка какая-то, а потом мы втянулись. Мы сначала подработали в антикафе, стали собирать людей, появлялись друзья, которые интересовались этим. Сами тоже Хардстоун увлекались. И, собственно, так все началось. Расскажи, пожалуйста, а почему именно в этом месте вы решили организовать турниры? Ну, сначала мы проводили во многих местах. Это были антикафе, это несколько антикафе были разные. Мы были привязаны к этому антикафе изначально вообще, у нас то есть проблемы были, мы не могли оттуда уйти. Это место выбрали, потому что здесь банально места больше и любой человек может нормально поесть, пообщаться, выпить пиво. В антикафе такого нет. То есть они пьют чай, едят печеньки и, собственно, этим все ограничивается. Я читал, что турнир проводится при поддержке Blizzard. Расскажи, в чем заключается эта поддержка? Ну, вообще, на наших обычных турнирах эта поддержка, получается больше как-то информационная поддержка. То есть они иногда нас постят в группе в своей, иногда на своем сайте постят, где вот проходит у них файл сайт локата. Иногда они присылают сувениры. То есть сувенирные продукции, которые мы потом разыгрываем, и любой участник нашего турнира может его получить. У вас сегодня проводятся дополнительные турниры. Это ряд самоубийц называется. Ты не мог бы рассказать, откуда появилась эта идея и в чем она вообще заключается? Так как мы проводим отборочные от призов, у нас есть специальные конференции, где сидят люди со всего мира. То есть европейцы, которые проводят в своих локациях, из Минска ребята. И мы все вместе обсуждаем способы, как мы можем развлекать людей во время мероприятий основного. То есть тупо прийти и проиграть – это одно, а прийти и получить какие-то новые ощущения – это совсем другое. Поэтому море предложений там было. Я поэтому не буду говорить, кто именно это придумал. Но мы решили использовать эту идею. Я знаю, что им просто не так много используют именно отряд самоубийц. Саму эту татасовку. Ну, потому что она сложная. Потому что нам надо заморочиться, нужно какие-то карты извольного иметь. Мы решили поэкспериментировать и использовать ее сегодня на нашей встрече. Какие там правила? Отряд самоубийц. Вообще название пошло с, понятно, с какого фильма. Вот мы примерно в это время стали проводить эту татасовку. Когда вышел фильм, в августе. А суть в том, что нужно первому опустить свое здоровье до нуля. А, то есть первому проиграть надо. Да, первый, кто потерял свое здоровье, выигрывает эту татасовку. То есть там дальше идут вкусные зомби, что угодно. Ты можешь хилить противника, чтобы он не так быстро умер. А сам играть чернокнижником, что угодно. Абсолютно новая татасовка и она интересна, мне кажется. Мне нравится, получает удовольствие. Это занимательно, спасибо. Без проблем. По мне, этот отряд самоубийц весьма любопытный и необычный режим. Тут я обратил внимание, что особо отличившиеся устроились на диванчике и расправлялись друг с другом уже в Mortal Kombat. Я хотел было присоединиться, но нужно было задать еще пару вопросов. Расскажи, пожалуйста, как ты давно играешь в Cardstone? Уже на протяжении трех месяцев. А как давно ты ходишь сюда? Первый раз я попала сюда на прилимы, на летние отборочные, где я познакомилась с множеством игроков, в том числе профессиональных. И думаю, что это хорошая возможность как изучения игры, так и знакомства с приятными людьми. А теперь расскажи о своих результатах в Cardstone. Во второй месяц моей игры я взяла первую легенду. Потом в третий месяц я закончила на четвертом ранге. В этом месяце я снова планирую взять легенду. Ребят, расскажите, как долго играете в Cardstone? Я играю два года. Я играю где-то полтора. Что вы думаете об изменениях карт? С того времени, как я играю, было много патчей фиксичных карт. И стоящих можно пересчитать по пальцам одной руки. Я тоже, в принципе, согласен с Илёй, потому что нерфов действительно много, но мало карт, которые нерфли, все еще актуальны для игры. Поэтому мне кажется, что нужно как-то усовершенствовать свою систему изменения карт. Что вы думаете по поводу изменения карты рывок на ворге, на воина? Вот, я считаю это абсолютно верно и нерфом, потому что не должно быть это как комбинации, которые состоят из небольшого количества карт, и плевать, сколько у соперника жизни. Это убийство с пустого стола, для этого тебе нужно просто выживать, хотя у воина для этого способностей миллион. Поэтому я считаю этот нерф абсолютно оправданным. Ну, а я сделал золотую колоду от Аковара, и через пару недель понерфили рывок, поэтому я не очень был доволен этим. Но в целом, возможно, это справедливо. Вообще мне обещали, что после последнего вопроса их порвет, но, к сожалению, обошлось. Пока ждали финалистов, остальные ребята уютно уселись у стола и стали играть в мафию. Так все и дождались финалистов. В общем, всем спасибо за хорошо проведенное время. Еще раз поздравляю победителя. И пока. Что вы думаете по поводу изменения карты рывок на ворге, на воина? Вот, я считаю это абсолютно верно и нерфом, потому что... Ну, а я сделал золотую колоду от Аковара, и через пару недель понерфили рывок, поэтому я не очень был доволен этим. Спасибо.